всем здравствуйте вы на моем канале тренер хапаев олег и сейчас я вам буду показывать и рассказывать о том что я лично сам делаю то что я делаю постоянно при любой возможности когда есть свободное время на что я акцентирую внимание и что для меня является доминантой в работе в борьбе с нашим недугом коксоартрозом напоминаю для тех кто плохо ориентируется в пространстве у меня левая нога 2 3 степень ну говорят что все-таки третья степень в большей степени и правая нога первая вторая степень сразу хочу отметить что первая вторая степень в возрасте уже после 40 после 50 лет нормальное явление если человек не ходил никогда к врачу не делал никакие анализы у него в любом случае это первая вторая степень вполне вероятно будет вот поэтому кто думает что суставная болезнь это какая-то редкая болезнь то он ошибается суставная болезнь это достаточно распространенное явление в нашем мире единственное что она может не так резко проявляться потому что какие-то стрессы какие-то нагрузки они усугубляют эту ситуацию а кто прожил достаточно в спокойном режиме он может и не прочувствовать это все и если вы внимательно смотрите я делаю вот такой маятник то есть с пятки на носок я даю нагрузку на больную ногу и это у меня первая фаза движения ходьбы которую я нарабатываю бесконечное количество времени и мы знаем что существует стартовая боль и после долгой отсиживания или после сна очень трудно включить в работу больную ногу поэтому при любой возможности в зале дома на улице в парке есть возможность я работаю вот в легко отрываться и удерживать удерживать равновесие я перехожу ко второй фазе и начинаю уже контролировать себя в балансе на одной ноге и я уже не считаю какое количество раз делаю я просто делают до состояния комфорта пока я чувствую что мышцы гипотоничные которые находятся в ослабленном состоянии не включаются в работу и не помогают удерживать это состояние дело в том что вы можете делать сложные упражнения находить какие-то секретные упражнения вы можете трясти ногами как трясогуска вы можете приседать собственным весом под разными углами вы можете ездить на велосипеде вы можете плавать все что угодно вы можете делать но при то есть то что вам позволяет ваше тело делать да то есть ну при коксантрозе например можно плавать достаточно хорошо и там суставы находятся в невесомости но вы не решите самый главный вопрос самый вопрос это ходьба ходьба пошла уже третья стадия уже через подъем ноги я уже выхожу вперед до заключительная стадия ходьба это отдельный вид спорта ходьба это отдельный вид упражнений ничто не заменит ходьбу только в ходьбе вы можете выровнять свое состояние таза только в ходьбе вы сможете решить вопрос слабых мышц укороченных мышц потому что именно в ходьбе вы будете ненавязчиво растягивать на именно на ту амплитуду которую необходимо те мышцы которые сокращены то есть более безболезненно вы будете делать для ходьбы не нужны шпагаты для ходьбы не нужны приседания со штангой в 200 килограмм или в 300 килограмм если вы этого не можете делать от этого ходьба не пострадает но если вы будете садиться при кохсартрозе в шпагат или приседать с весом там 300 килограмм то соответственно вот это может повлиять на вашу ходьбу вот когда вы закончили третью фазу то начинайте уже четвертую фазу это уже больная нога начинает отрываться очень важно если вы сейчас видите работа коленом то есть она она полусогнуто потому что проблему кохсартрозников многие кохсартрозники не понимают не знают техники движения и болезнь ими руководит и они ходят на прямых ногах и поэтому идет такое неправильное распределение нагрузки вот уже пошла следующая стадия и вот пока я разговариваю видите она уже у меня настолько до автоматизма наработано что я но это как не знаю как почистить зубы что ли там гигиена какая-то как сходить в туалет как позавтракать то есть это обычная такая работа которая минимальная трачу на нее 10 минут максимально я могу тратить час вот вы же ходите по необходимости а скорее сказать без необходимости по торговым центрам в поисках какой-нибудь ну очень важной вещи да там то ли кроссовки себе ищите то ли сумочку от гучи и вы когда ходите по торговым центром вы ходите подстраиваясь под свою болезнь и вы думаете что вот я там три часа походил по магазинам пришел и остался живой но вы не проходили вы там про хромали то есть вы не можете там контролировать ситуацию ног потому что существует ну то пространство которое и даст вам возможности правильно настроить свой мозг ментально прорабатывать все детали вашей ходьбы а здесь дома на небольшом пятачке вы можете также час кто-нибудь час занимался этим попробуйте вы час можете разбить шаг на фазы и прорабатывать эти фазы раздельно вместе совмещать брать утяжелители и работать строго в тех векторах которые необходимы для четкой проработки вашего движения вот в общем то что я хотел рассказать и концовочку обязательно еще раз повторю что ходьба для кукса артрозника это отдельный вид спорта который никак не связан с другими движениями и если вы хотите ходить то вы должны ходить даже не бегать а именно ходить потому что бег это уже другое распределение нагрузки и там мышцы работают совсем по-другому нежели чем ходьбе то же самое как велосипед вам никак не поможет для ходьбы то есть вы можете проезжать там по 50 километров но ходьба от этого не улучшится у вас могут появиться сильные мышцы локальные какие-то те же квадрицепсы на велосипеде но никогда вы не поставите правильно таз потому что именно коррекция в ходьбе дает выравнивание таза другого способа не будет хотите ложитесь под массажиста хотите делайте себе какие-то современные модные дорогие уколы но только вы встанете в ходьбу как сразу же у вас все это к чертям полетит потому что мышечный дисбаланс вернется все вернется на свои круги и все будет идти опять по-прежнему плохо поэтому только правильная ходьба только бесконечное движение с контролем с контролем с умением правильно надо знать смотрите прошлое видео я там объясняю это все или заходите в группу потому что в группе я это все тоже подробно рассказываю в деталях теоретические выкладки рисую схемы показываю как такие мышцы как они связаны почему мы работаем именно на те мышцы а не на другие и чтобы вы могли ходить еще долго без палочки без костыля пожалуйста заходите в группу сразу хочу сказать она закрытая она платная и чтобы попасть туда нужно еще со мной побеседовать я должен узнать адекватны ли вы нормально ли вы реагируете потому что в моем сообществе люди находятся достаточно достаточно ну скажем восприимчивы во первых восприимчивы ко мне восприимчивы к тому что я говорю к информации и конечно тренировкам есть вот сейчас уже новый год скоро будет группе будет уже полтора года есть люди которые полтора года находятся в этой группе ну вот вроде бы все спасибо за внимание с вами был тренер хапаев олег ходим выправляем себя и верим в себя верим в то что вы можете сделать собой не кто-то другой вам поможет а вы сами сможете с собой это все сделать но при наличии определенные знания с вами был тренер хапаев а